В классификации заболеваний щитовидной железы мы сейчас рассматриваем заболевания, которые не сопровождаются нарушением функции. То есть это эутериоидное состояние, и одним из них нужно рассмотреть диффузный эутериоидный зуб. Мне нравится его иностранное название, это простой зуб, потому что он именно простой. Но здесь как хэштеги, скажем так, то, что мы будем сегодня рассматривать. Что же такое зуб? Ну, зуб, в принципе, это увеличение объема щитовидной железы. Оно может быть видимым, невидимым. Если оно невидимо, то мы ставим 0. Точнее, 0 это если зуба нет, 1 это если зуб прощупывается, 2 если он виден при нормальном положении шеи. Значит, зуб может быть разным, он может быть диффузным, когда увеличена вся железа, он может быть узловым, многоузловым. Вот здесь, например, один узел, тут много узлов. И бывает смешанным, то есть это когда есть и диффузное увеличение щитовидной железы, и при этом сопровождается еще какими-то узловыми вкраплениями. Зуб может быть эотиреоидный, может быть токсический и, наоборот, со сниженной функцией. Поэтому путаться не надо. Когда мы говорим просто слово зуб, это может означать совершенно разные состояния. То есть и гипертиреоз, и гипотиреоз, и эотиреоидное состояние, когда функция щитовидной железы на самом деле не нарушена. То есть, казалось бы, при таком огромном зубе функция самой щитовидной железы может быть сохранена. И что же мы подразумеваем, когда мы говорим именно простой зуб? И почему мне нравится это название? Это зуб без узлов и с сохраненной функцией щитовидной железы. А в чем выражается вот это вот сохранение функции щитовидной железы? А в том, что когда мы меряем гормоны щитовидной железы, то есть тиреотропный гормон, он будет в норме. А также и Т3, и Т4 также окажутся в норме. Диффузный зуб, диффузный эотиреоидный зуб можно разделить на эндемический и спорадический. Эндемический – это когда речь идет о некой территории. То есть, когда этот зуб довольно распространен и регистрируется больше, чем в 5% случаев у населения. Это обычно дефицитные зоны, йод-дефицитные зоны. К ним относятся и территории Российской Федерации, и Украины, и многие территории Европы. В частности, всякие Австралии, Швейцария, Франция. В этих зонах действительно йода мало в почве, йод мало попадает в растения. Соответственно, местное население может страдать от йода-дефицита. Это будет проявляться среди населения, естественно, зубами у взрослого населения, гипертереоидными состояниями у пожилого населения. А если рассматривать детское население, то там может наблюдаться очень часто кретинизм. И была такая шутка среди геологов, когда была реклама альпийского шоколада. Дело в том, что чем выше в горы, тем меньше содержание йода в почвах, и, соответственно, тем выше процент кретинизма. А кретинизм – это такое типичное заболевание при дефиците йода, если дефицит йода именно с рождения. То есть бывают и врожденные аномалии, и родившиеся дети, они, соответственно, имеют множество патологий. Это и карликовость, это и олигофрения, и наличие зуба. И вообще слово кретин, оно от французского, оно из французского пришло. И этим словом его как бы использовали, оно имеет какой-то латинский корень, насколько я понимаю, от кристалл. То есть христианство. Почему? Потому что вот этих детей с кретинизмом, их подбрасывали очень часто. То есть, ну, там было видно уже с малых лет, что ребенок ненормальный, уродливый и бестолковый. Их подбрасывали в монастыри. И отсюда и пошло. Что вот такое созвучие с христианством почему-то. Ну, запоминаем, да, когда была реклама вот этого шоколада альпийского, она спровождалась такая, так вот в песне, и геологи шутили. Ну да, в общем-то, что вот альпийцы, там очень много кретинизма, и вот кретины, они, наверное, и поют такие песни. Это я рассказываю просто, чтобы запоминать, что йод-дефицитные зоны могут сопровождаться повышением йод-дефицитных состояний среди населения. У взрослого населения это формирование зоба, а у детей это большой процент кретинизма среди детей, да, среди детского. То есть, это врожденное такое состояние. Значит, спорадический. Почему спорадический? Ну, то есть, это какие-то частные случаи среди населения. То есть, вроде бы, и зона может быть не йод-дефицитной, а зоб может развиваться йод-дефицитной. В каких случаях? А дело в том, что на населении могут действовать какие-то зобогенные факторы. Например, фалуаноиды. Но фалуаноиды, они много куда входят. Тиоцианаты и прием фармпрепаратов. То есть, это будут какие-то исключительные случаи среди, в общем-то, то есть, процента среди населения какого-то фонового его не будет. Это будут исключительные случаи. И тут нужно понимать, что причин увеличения именно щитовидной железы, то есть, самого зоба, да, их много. Это могут быть и опухоли, и тиреоидиты, аутоиммунные поражения, да, и какие-то различные мутации. Но сейчас мы рассматриваем заболевание именно диффузный эутиреоидный зоб или простой зоб. И этот зоб, в отличие от всех других видов зоба, не сопровождается изменением функции щитовидной железы. Что может входить в забогенные факторы? Меня это заинтересовало. Почему? Потому что, ну да, мы проживаем в большинстве своем на йод-дефицитных зонах, но, как правило, у нас и соль продается с йодом, и в витамины йод входят. То есть, в принципе, большая часть населения йодом обеспечена. Так почему же могут все равно встречаться такие случаи, когда у человека развивается дефицит йода? Ну, дело в том, что могут действовать такие вещества, как теоционатый, это вещества, которые находятся в большом количестве в растениях семейства крестоцветных. Это и брокколи, и капуста, и цветная капуста, и репа, и рапс, и так далее. И самое интересное, что это еще и маниока, и тапиока. Почему? Обращаю на ваше внимание. Значит, во-первых, брокколи, цветная капуста, и так далее, это действительно входит в рацион и в нашей полосе, и люди, которые сидят на диете, очень часто ее используют. И действительно, у людей может развиваться в итоге вот такое состояние, просто ввиду их индивидуальной диеты. А маниока и тапиока – это вообще национальные продукты. То есть там вплоть до 100% населения может страдать зобом. У них может быть зоб, потому что они просто… Ну, это развивающиеся страны очень часто, и они действительно много потребляют этих продуктов в пищу. У них на самом деле не такой богатый рацион. То есть это основная их пища, кукуруза в том числе. И в результате у населения развивается зоб. Ну, флавоноиды, там флавоноиды, они встречаются много где, но больше всего они встречаются в просе, и особенно в его отрубях. То есть отрубе из проса, вот если пациент находится на какой-то диете, нужно спросить на всякий случай, не употребляет ли он какие-то такие вещества, какие-то такие продукты, особенные, которые могли бы вызвать заболевания щитовидной железы. Кстати, в одной, по-моему, из серий «Доктора Хаоса», там была ситуация, когда мужчина находился постоянно на диете, он ел брокколи, цветную капусту, и у него в итоге развилась там проблема с щитовидной железой. Я не то чтобы рекомендую смотреть сериалы, но на самом деле это очень удобно использовать для запоминания каких-то симптомов, синдромов и отдельных болезней, с которыми мы нечасто сталкиваемся. Вот сериалы для этого использовать очень даже удобно. Крови того, значит, каменный уголь и многие его продукты, которые могут, в частности, находиться в питьевой воде у населения в определенных регионах, действительно могут спровоцировать развитие зуба у большого процента населения. Ну и другие там органические полихлориды, недостаток селена, недостаток железа. Очень вот эти все вещества и многие другие описаны вот в этой статье, которую я нашла, она находится на ей лайбриле, она в свободном доступе. Я ее рекомендую для прочтения. Зачем? На тем, что если вы живете в каком-то регионе, и у вас там, не знаю, может быть какой-то рядом завод, или какая-то особенная местность, я не знаю, посмотрите, проверьте, возможно, что именно в вашем регионе процент вот этого диффузно-еватериодного зуба будет повышен и обусловлено это будет какими-то факторами, которые вы сами регионально обнаружите. И что же касается йода, когда вы начинаете где-то работать, обязательно посмотрите, является ли ваша местность йод дефицитной. Почему? Потому что вообще для заболеваний щитовидной железы вот в целом, как бы распространенность каких-то заболеваний, какой-то их конкретный спектр вот этих вот заболеваний, они во многом будут зависеть от того, в каком регионе вы находитесь, с каким потреблением йода, достаточным, недостаточным, нормальным и так далее. Ну, не вы, а ваш пациент. Значит, сейчас мы рассматриваем именно диффузный клинический, диффузный иутероидный зуб и смотрим его клиническую картину. На самом деле, единственное, что мы увидим, это увеличение щитовидной железы. Оно может быть либо видимое, то есть мы увидим этот зуб, но у него может быть нестандартное расположение, он может уходить как бы внутрь, за грудину, и тогда будет у пациента развиваться симптомокомплекс при сдавлении других органов шеи и, соответственно, за грудиного пространства. Это может быть дисфагия, да, то есть когда у вас сдавливается пищевод, то пациенту тяжело проглатывать пищу. Пищевод мягкий, и это будет, естественно, отражаться. Но это при больших зубах. У пациента может появляться дышка, затруднение с дыханием. Почему? Потому что зуб может сдавливать тарахею. Может появляться знак пембертона или же ощущение инородного тела. Знак пембертона, я сейчас объясню, интересная вещь. Почему-то в наших учебниках его не описывают, но его стоит знать, потому что он встречается в экзаменационных пилетах. Значит, важное второе замечание, что нет ни гиперфункции, ни гипофункции щитовидной железы, то есть гормоны щитовидной железы будут находиться в норме. И третье важное замечание – не будет дисфонии, то есть поражение гортаново-возранного нерва не происходит. Если это происходит, то, скорее всего, вы должны задуматься об онкологии щитовидной железы, потому что захват нерва, его поражение, это чаще всего происходит именно при онкологии. Обычно зоб с давлением серьезного не оказывает. Значит, что же такое знак пембертона? Так как щитовидная железа окружена крупными артериями и венами, в частности, внутренние еремные вены проходят по бокам, и это очень важно, а эти внутренние еремные вены отходят от плечек главных. При увеличении щитовидной железы она будет эти вены сдавливать. И поэтому, значит, происходит как бы с давлением вот этих сосудов, и если мы попросим пациента поднять руки вверх до того, пока они не начнут касаться лица, то есть хорошо так вверх, и просто спокойно глубоко дышать в течение минуты. Что произойдет? Вот эта железа, она затрудняет отток крови от головы. И в результате получается переполнение вот этого бассейна. И мы увидим, что вены на лице пациента начинают надуваться. Лицо становится, как бы приобретает, но оно не цианатичным, оно может просто покраснеть. И оно становится немножко таким одутловатым, да, опухает. Ну, естественно, пациенту будет там тяжело дышать. Вот. И чтобы запомнить этот знак помбертона, я нашла пару видео. Мы сейчас их посмотрим. Это видео на английском, но на английском с очень плохим акцентом, поэтому там слушать не обязательно. вот так он поднимает руки пациент. Здесь что показывают? Здесь показывают затенение, да, то есть это увеличенный зоб, который, собственно, там все сдавливает. А внешне, извиняюсь, внешне зоба может быть и не видно, да, то есть он ушел весь внутрь. И что же происходит? Вот типичная картина при пембертоне, да, пациент поднимает руки, но на самом деле он может еще и повыше поднять. Фактически здесь тоже плечи касаются лица, лицо покраснело, дутловато, вен мы, к сожалению, рассмотреть не можем. И еще одно видео, оно тоже из сериала, чем, собственно, мне и нравится. Значит, врач исследует проблемы респираторного характера у пациентки, то есть на самом деле пациентка предъявляет жалобы на затруднение дыхания, не на другие проблемы, именно на затруднение дыхания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Врач говорит, что зуб – это увеличение щитовидной железы и, среди его прочего, он может провоцировать кашель, храп, затруднение с дыханием. Основной причиной это является дефицит йода, но могут быть и также другие какие-то заболевания, как тироидит, опухоли, инфекции. Пациентка беспокоит немножко, ей неприятно. Пациентка говорит, что есть один шарик, ну, шарик имеется в виду узел. Врач спрашивает, вы имеете какую-то проблему с щитовидной железой? Пациентка отвечает, да, у меня гипотироз. Значит, врач опять же спрашивает, если вы принимаете ли какие-то препараты, она говорит, да, одну таблетку, левотироксина. То есть пациентка уже имеет проблемы, она знает, что есть проблемы с щитовидной железой и знает, что есть один узел, и она принимает левотироксин. Это мы потом обсудим. Почему она принимает левотироксин. И вот сейчас врач собирается провести вот это вот исследование, а нет, называется маневр Пембертон. И врач говорит, что странно, что, как бы, зоб не видно. Он достаточно, как бы, средний и... И нет ни дисфонии, ни там охриплости. И это говорит о том, что зоб, он, как бы, растет наружу, не внутрь. Это то, о чем я говорила насчет опухоли, что поражение вот этого возрадного нерва, это когда, грубо говоря, что-то выходит из капсулы щитовидной железы и прорастает, как бы, внутрь, вот как раз в сторону этих нервов. Врач нашла второй узел. Значит, она говорит о том, что вообще-то шея у пациентки уплотнена и слегка несимметрична, что заставляет врача думать о, все-таки, опухоли. Но хорошая новость в том, что железа не сращена с окружающими тканями, то есть она подвижна, и то, что нет, как бы, аденопатии, я так понимаю, что она имеет в виду каких-то лимфоидных поражений лимфоузлов, то есть лимфоузлы мягкие, да, и в любом случае врач говорит о том, что это надо дообследовать. И вот сейчас мы как раз подойдем к этому моменту, когда она ее смутила, то, что зоб-то все-таки есть, но он не так виден. Она говорит, поднимите руки и дышите в течение минуты. Вены расширены и лицо опухшее. Это и был наш, собственно, маневр Пембертона. По-моему, сейчас врач будет объяснять. Вот, проба, которую мы сейчас сделали, называется маневр Пембертона. О чем говорит врач? О том, что, ну, в этом случае мы можем понять, есть ли рост вот этого зоба в загрудинное пространство, да, то есть в загрудину, и что она понимает, что, как бы, скорее всего, какие-то проблемы с одышкой, это связано именно с... Ага, что это, скорее всего, связано все-таки с увеличением зоба. Вот мы посмотрели, почему, значит, зачем нам нужен этот знак Пембертона. Это если мы вот зоба как такового-то, в общем-то, и не видим, но он может... Да, еще врач сказала, пока абитуале, то есть говорит о том, что, в общем-то, это не так распространено, не так часто, но врач все-таки должен быть насторожен. Даже если вы не видите зоба, а клиника какая-то, вот какие-то симптомы есть, вы должны провести вот этот знак Пембертона, чтобы посмотреть, нет ли, да, давления и роста зоба в загрудинное пространство. Теперь у нас возникает вопрос, почему же при такой огромной железе, а функция-то ее, ну, как бы, сохранена, почему она такая здоровая-то? Тут объясняется, там есть механизм, но нам, на самом деле, для экзамена достаточно запомнить, что мало йода, и, соответственно, там йодолоктоны, это прям так по-умному, дело не в этом, ну, точнее, в этом как раз-то. Йодолоктоны занимаются тем, что они блокируют факторы роста. Когда у нас тиреотропный гормон действует на щитовидную железу, он действует не только, ну, он действует на тироциты, и эти тироциты начинают, с одной стороны, продуцировать, как бы, синтезировать гормоны щитовидной железы, но, с другой стороны, они еще и производят факторы роста. И, как бы, щитовидная железа расслаба у нас перманентно, если бы не вот эти йодолоктоны, которые тормозят все эти процессы. А если синтеза гормонов не происходит, нету этих йодолоктонов, то и тормозить некому. Получается, что при стимуляции тиреотропным гормоном, который у нас, в общем-то, в норме, все, что происходит, это пролиферация. Пролиферация и, собственно, рост этой щитовидной железы. А чем еще заниматься этим тироцитом, если им не дают работать нормально, да? Значит, гиперплазия тироцитов и, естественно, рот, зоб. Итак, запоминаем. Мало йода. Тироциты не задействованы своей прямой функцией. Они гормоны не синтезируют. И так как заняться им больше нечем, они начинают размножаться. Размножаются. Там куча других этих клеток появляется. И в итоге у нас нарастает, вырастает зоб. Как мы его диагностируем? К сожалению, картиночек у меня мало. Но это вот экзаменационная картиночка. Была однажды когда-то. Поэтому на что мы можем обращать внимание? Я постаралась как бы увеличить контраст. Но она, правда, вот такая и была на экзамене. Значит, вы вроде бы видите нормальную рентгенограмму. Но что здесь не так? Вот прям стрелочка указана. Значит, вот это вот просветление. Просветление, да, в данном случае, наоборот, более темный участок на рентгенограммах. Это трахея. Она должна проходить прямо. А она изогнута. И это говорит о том, что она смещена. А чем она может быть смещена? Чем она там? Что ее может толкать? Ее может толкать зоб. То есть, до этого на видео, ссылки я оставлю в описании, как честный человек, значит, до этого на видео мы видели такую прям тень, да, большую. То есть, прям зоб вырос в загрудинное пространство. А в данном случае зоб, наверное, большей частью находится наружу. Но он может и смещать трахею. Значит, гормоны все будут в норме. Антитела их не будет. Антитела – это про другие заболевания. Но если это для экзамена. А вот если вы будете лечь, чем врачом, то вы должны знать, что антитела могут встречаться и у абсолютно здорового населения. Антитела к тириопероксидазе, к тириоглобулину, они правда могут встречаться у здорового населения. И они без нарушения функции щитовидной железы не будут значить абсолютно ничего. То есть, если у пациента нету зоба, нету изменений в вот этих трех основных гормонах. Это три основные гормона, которые вообще имеет смысл смотреть. Об этом в лекции по лабораторной диагностике заболеваний щитовидной железы. Значит, если нету, а антитела есть, я не знаю вообще, ну, иногда у нас фанатов-то много, значит, искать у себя болезни, обнаруживает человек у себя какие-то антитела. А он начинает ходить по врачам, задаваться вопросом, что же делать. А ничего не делать, на самом деле. Человек может быть здоров абсолютно. Поэтому, если вы занимаетесь человеком с зобом, и у него обнаруживаются антитела, ну, в небольшом количестве, и вся логика вам подсказывает, что это йод-дефицитный зоб, вот вся картина заболевания, всё как бы согласуется, не смотрите на эти антитела в данной ситуации, особенно если они небольшие. Значит, УЗИ. На УЗИ мы увидим, естественно, увеличение объёма за счёт обеих долей, то есть равномерный, поэтому мы и говорим диффузный, да, до зоб. Правда, мы ещё и можем найти там какой-то узел, это будет уже другое заболевание, но оно вырастает как раз вот из этого эотириоидного. Это будет, например, узловой или многоузловой зоб, но эотириоидный. То есть, опять же, функция щитовидной железы будет в норме. Просто действительно гиперплазия вот этих тириоцитов, их размножение, гиперплазия, они будут приводить к формированию порой зобов, и узлов. Дело в том, что не все тириоциты, не все клетки в щитовидной железе одинаково подвержены действию гормонов, и они разные, и поэтому могут формироваться узлы. Значит, на рентгенографии мы можем видеть тени, мы можем видеть смещение трахеи, обращайте это внимание на подлость этих экземпционных билетов. Что же нам делать, как же нам лечить? Есть правила. Значит, единственное, с чем обращаются пациенты, они приходят к вам не с проблемами щитовидной железы, они не будут жаловаться, у них не будет симптомов гипотириоза, гипертириоза, ничего этого не будет. К вам либо придут с косметическим дефектом, то есть скажут, вот у меня тут какая-то шишечка на шее, это нарастающий зуб. Значит, или же к вам придут вот как-то женщина, ну, она, правда, уже знала о проблемах щитовидной железы, но к вам могут прийти пациенты абсолютно до этого нелеченные, не в курсе своих проблем, взрослая женщина, женщины чаще подвержены этому заболеванию, ну, и также и мужчины, значит, придут среднего возраста и пожалуются на, например, нарушение проблемы с дыханием или невозможно что-то проглотить, вот у меня еда как будто там где-то не проходит, а у него может быть загрудинный рост этого зуба, то есть внешне никаких признаков, а происходит с давлением внутренних органов. И, значит, если мы отлавливаем такого пациента, и мы смотрим, есть ли у него проблемы с компрессией внутренних органов, соответственно, если компрессия есть, то есть если у нас там и проблемы с дыханием, или там с глотанием, или еще что-то, то тогда приходится удалять такую железу хирургически, либо тотально, либо там какое-то частичное есть, почти полное удаление щитовидной железы, но это уже, скажем, подробнее, это и хирургии, курс хирургии. Значит, тогда, если же такой картины компрессии нет, то назначаются препараты, тогда мы пытаемся устранить йододефицит. А как мы это будем делать? Мы назначаем препараты йода. 100-200 мкг в день. И ждем 6 месяцев, приглашаем снова пациента посмотреть на УЗИ, есть ли уменьшение объемов щитовидной железы. Как правило, железа реагирует адекватно и уменьшается. Если же все-таки этого не произошло, мы пытаемся ее немножечко подавить. Как? Мы назначаем левотероксин. Левотероксин – это фактически гормон щитовидной железы. И он, значит, вот эти дозы 75-150 мкг будет поддерживать ТТГ либо в нормальном, либо чуть пониженном состоянии. Зачем? А чтобы снять вот эту стимулирующую его функцию на щитовидную железу. Ну и плюс препараты йода. То есть мы как бы тиреотропный гормон немножко обманываем. Мы как бы даем пациенту гормон щитовидной железы. Этот гормон щитовидной железы действует на гипоталамо-гипофизарную систему. Гипоталамо-гипофизарная система говорит, а, отлично, хорошо, тогда я не буду производить больше ТТГ, раз у нас прекрасно все с гормонами, с уровнем гормонов, у нас их достаточно. И она перестает синтезировать этот ТТГ. Она, ну, в каком-то количестве она его синтезирует, и этот ТТГ, его становится меньше, он меньше действует на щитовидную железу, и она перестает вот эти тиреоциты, такие гиперплазии их. Она уменьшается, эта гиперплазия, и, соответственно, все уменьшается, и сама щитовидная железа тоже уменьшается. Смотрим на УЗИ через 6 месяцев. Если есть прогресс, прекрасно, значит, переводим пациента на просто препараты йода и отправляем с миром. И говорим больше, так не шути, кушай йод. Прогноз у нас, конечно же, благоприятный при лечении, это нормализация объема щитовидной железы. Ну а без лечения, тут компрессионный синдром, это сдавление этих органов, и, соответственно, прогрессирование и проблемы. Или же, как я уже сказала, могут формироваться, ТТГ продолжает действовать, продолжается пролиферация, гиперплазия, и в итоге может развиваться состояние сначала многоузлового эудироидного зоба, а потом развиваются вот эти узлы, и эти узлы переходят в функциональную автономию. И тогда у пациента развивается гипертиреоз. Мы сейчас вроде бы говорили о проблемах щитовидной железы и эудироидного характера, но я уже говорила, что классификация щитовидной железы, заболеваний щитовидной железы, это сложная задача. С одной стороны, мы попытались разбить по синдромальной, создать ее синдромальную классификацию, и начали с заболеваний, которые не сопровождаются нарушением функции. Пожалуйста, вот такое заболевание, диффузный эудироидный зоб. Но, к сожалению, эти заболевания имеют свойство менять картину и в итоге переходить в другую синдромальную систему, в гипертиреоз. Поэтому запоминаем. Значит, диффузный эудироидный зоб может привести к другому состоянию. Это слайд из другой лекции, но решила здесь уже показать, почему я об этом говорю. Значит, диффузный эудироидный зоб в функции щитовидной железы нормальной. ТТГ в норме, Т3, Т4 в норме. ТТГ действует на щитовидную железу, тиреоциты от нечего делать, так как они гормоны не могут произвести, у них йода нет. Они, значит, занимаются своей гиперплазией и в итоге формируется либо узловой, либо многоузловой тоже эудироидный зоб. Что значит эудироидный? ТТГ все еще в норме, Т3, Т4 все еще в норме. Все хорошо, казалось бы. Но потом этот узловой или многоузловой зоб переходит в субклинический тиреотоксикоз. Почему? Ну, потому что этот узел начинает работать самостоятельно. Эту патологию я объясню чуть позже, но смысл в том, что он становится как бы горячим узлом. То есть он начинает активно захватывать йод и он начинает продуцировать гормоны щитовидной железы. И вот тогда тиреотропный гормон может снижаться. А Т4 и Т3 все еще находятся в норме. Ну и наконец, уже цветущая картина тиреотоксикоза. И мы увидим зоб с многоузловой, с узлами. Они будут горячие, эти узлы. И вот такая ситуация называется функциональная автономия щитовидной железы. О ее патогенезе я расскажу в следующей лекции. То есть здесь мы уже увидим картину гипертиреоза.